Евангелие от Луки И не судите, и не судят вам, и не осуждайте, да не осуждений будете. Отпущайте, и отпустят вам, дайте, и дастся вам. Меру добру, на ткану и потрясну, и приливающуюся дадят налона ваша. Тоюбу мерую ежемерите, возмерится вам. Речи же притчу им. Еда может слепец слепца водите, не обали в яму впадетося. Несть ученик над учителем своим, совершен же всяк будет, як уже и учитель его. Что же видишь и сучец, и же есть во очеси брата твоего? Бревна же, е же есть во очеси твоем, не чуеши. Или как уможеш и реши брату твоему, брате устави? Да изму сучец, и же есть во очеси твоем. Сам сущего во очеси твоем бревна не видя. Лицемерие, изми первое бревно из очеси твоего, и тогда прозриши из яти сучец из очеси брата твоего. Несть бо древо добра, творя плода зла. Не же древо зло, творя плода добра. Всяко бо древо от плода своего познается. Не от терния бо чешут смоквы. Не от купины емлют гроздья. Благий человек от блага го сокровища сердца своего износит благое. И злый человек от зла го сокровища сердца своего износит злое. От избытка бо сердца глаголют уста его. Здесь мы с вами опять возвращаемся к теме осуждения. И здесь некоторым, кто хорошо знает Священное Писание, может показаться, что есть некое противоречие в высказывании Господа Христа. Господь говорит, не судите и не судимы будете, не осуждайте, да не осудят вас. Кстати, здесь не случайно употреблены два разных глагола. Судить и осуждать. Это немножко разные вещи. Осуждать это более мягко, это нелицеприятно, раздраженно или злорадно, или обидно говорить о недостатках человека. Судить же это в буквальном смысле определять наказание для человека или определять его загробную участь, не дай бог. То есть суд это уже нет прощения ему за то, что он сделал. Я вот теперь всю жизнь с ним разговаривать не буду, да, или да будет он там, не дай бог, проклят, как люди иногда проклинают друга и так далее. То есть судить и осуждать – это несколько разных градаций одного и того же, по сути. Так вот, в чем здесь заключается противоречие? Противоречие заключается в том, что в других местах Священного Писания мы с вами, наоборот, находим призывы к суду. Например, мы с вами видим в Евангелии от Иоанна, Господь говорит, судите судом праведным. Да? Мы с вами видим у апостола Павла, когда он в послании к Тимофею говорит, согрешающих обличай пред всеми, обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением. Вот здесь, вот в этом слове, кроется, скажем так, отгадка, да, вот, и кроется ключик, который открывает этот ларчик, да, и мы видим, что противоречия на самом деле никакого нет. Дело все в том, что обличение, обличать и осуждать – это разные вещи, так говорят нам святые отцы. Так вот, Господь призывает нас различать добро и зло, однозначно, и Господь призывает нас обличать близких своих для их исправления. А для того, чтобы человека исправить, нужно иметь очень большую любовь, то, чего у нас обычно нету. Поэтому мы просто судим, рядим, злословим, осуждаем, да еще и привираем иногда, да еще и злорадное такое чувство испытываем, да, вот, когда осуждаешь другого человека, особенно его грехи какие-то, да, прям сразу чувствуешь себя лучше. Вот, правда, себя сразу чувствуешь, ну, на ступеньку праведнее, да, вот я-то вижу, что это грех, а вот он не видит, да, значит, я более духовно преуспел. Вот против этого говорит Господь, вот в этом он просит нас исправляться. Если же у нас есть любовь, и мы имеем с вами нужное долготерпение, то, конечно, мы должны помогать своим близким иногда тем, что укажем им на тот или иной грех, проступок, недостаток или заблуждение. В принципе, речь, вот, когда речь идет об суде в Ветхом Завете или Новом Завете, да, и когда призывают апостола в данном случае обличать и так далее, ну, речь, конечно, идет о таких вещах, как идолослужение, блуд, гнев, убийство, клевета, то есть о серьезных проступках, да, то есть о серьезных грехах, о грехах, которые во времена апостолов могли привести человека к исключению его из апостольской общины, отлучению от причащения, а это значит отлучению от общения, да, церковного запрещения в служении святосвященника и так далее, чародейство всякое, там, колдовство и так далее, и так далее. То есть, во-первых, мы чаще всего судим наших близких, ну, за мелочи, прямо скажем, за такие вещи, на которые, ну, до внимания не надо вообще даже обращать, потому что мы сами, вот этот вот песочек, как Пайси Святогорец говорил, он постоянно у нас, как бы, везде, да, хотя он говорил, что этот песочек, 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 но он засоряет механизм, и механизм наш духовный не работает, но, тем не менее, это, как бы, маленькие грехи, и еще есть такой момент очень важный, что все-таки для того, чтобы обличать, должна быть у человека какая-то власть от Бога данная, ну, например, человек является священником, духовником, да, или человек является родителем, и он должен своим детям помочь и назвать грехи своими именами, и если ребенок делает что-то гадко, он должен обличить его с любовью, мягко, тактично, так, чтобы ребенок ни в коем случае не обиделся на тебя, но, тем не менее, чтобы он понял, что черное – это черное, а белое – это белое, и нужно понимать, что ты делаешь. Также, если речь идет, ну, да, о суде церковном, о суде гражданском, общественном, как это называется, ну, когда преступник в суде, судья ведь тоже его обличает и даже наказанием его носит, он имеет на это власть, но никак не имеет власти одна соседка обличать другую, если только нет уж у них какой-то очень большой любви к друг другу и тесного контакта, и та, которая возьмется обличить тот или иной ее грех, не будет уверена в том, что она сделает это с такой большой любовью, с таким большим тактом, что та не обидится, а однозначно воспримет это и начнет исправляться. Но уж, конечно, мы-то чаще всего как с вами обличаем и осуждаем, и судим за спиной, совершенно верно, мы с вами чаще всего как раз-таки не в глаза, а за спиной или на страницах соцсетей, но об этом я уже говорила, возвращаться не буду. И вот дальше блаженный феофилакт болгарский, развивая эту тему, говорит, что мы зорко подсматриваем, следим за своими ближними и наблюдаем очень внимательно за их поведением, за поведением политиков, телеведущих, публичных людей, соседей, родственников, детей, да, всех, при этом за собой мы не смотрим. И вот об этом говорит дальше Христос, что мы тогда, если беремся вот в таком состоянии находясь, обличать или осуждать, или судить, то мы подобны тому, у кого в глазу есть бревно, то есть очень серьезные грехи, а мы при этом щепочку маленькую в глазу другого будем извлекать, сами будучи ослеплены тем бревном, которое у нас в глазу. Не даром здесь, видите, как здорово, бревно и щепочка, то есть Господь вот об этом говорит. Он не говорит, у тебя у самого в глазу бревно, а ты пытаешься у брата из глаза тоже бревно вынуть. Нет, в том-то и дело, у тебя грехи огромные, а ты маленькие грехи замечаешь за ближними. То есть вот об этом здесь говорится. То есть ни в коем случае Господь не призывает нас быть какими-то, ну скажем так, безразличными к тем грехам и бедам, которые происходят вокруг. Никогда не высказываться критически по поводу чего бы то ни было, все воспринимать в розовых очках. Нет, Христос такому не учит. И вот такой полный пацифизм и полная, так сказать, такая нирвана, как вот у буддистов, да, это не христианский подход. Христианский подход всегда был активным, действенным, да, и ни в коем случае не пассивным и безразличным. То есть это вот тоже очень важно здесь понимать. И вот дальше Господь, как всегда, говоря нам, чего нужно делать, чего нет, Он обещает награду. Вот это, конечно, потрясающе, потому что здесь феофилакт болгарский обращает наше внимание. Это про меру, да, Господь говорит, что какую меру вы возмерите, такую же воздастся и вам. Там полный, утрясённый, то есть вам меру насыпят, да ещё и придавят, да, то есть переполнят даже её. И вот интересно, он обращает внимание, опять же, на язык. Он говорит, Господь не сказал, тою же мерой возмерят вам, но сказал, такую же мерой. И поясняет, это очень интересно, мера, меры любви. Какая она у Бога и какая она у нас. У нас это такая, наверное, маленькая баночка. Ну, во-первых, мера – это ёмкость. Ну, это, я думаю, вы все знаете, можно об этом не говорить. Так вот, у нас это такая маленькая баночка, там, наверное, даже не пол-литровая, наверное, там, 250 грамм, да, а у Господа это огромная, весь мир наполняющая. Так вот, если у нас любви совсем чуть-чуть, но мы постараемся эту мерочку своей любви честно до конца наполнять и давать своим ближним, ну, вот что можем, ну, хотя бы не наорать на мужа, если он что-то не то сделал. Уж ладно там, ещё и его развлечье, и настроение ему поднять, ну, хотя бы не наорать на него, простить его за какой-то проступок, да, ну, хотя бы вот там, я не знаю, какой-то мелочью, позвонить близкому человеку, родственнику в его день рождения, не забыть, я уже не говорю купить цветы, торт, приехать, поздравить, помыть ему квартиру, ну, хотя бы что-то маленькое, да, у нас маленькая эта мерочка. Так вот, Господь не той же мерой, а такой же. Здесь речь идёт не о количестве, а о желании, намерении, наполнении меры. То есть, если мы свою меру наполнили до конца, то Господь свою меру огромную тоже наполнит до конца. Вот в этом здесь смысл. Это получается удивительно. Это настолько нам с вами ещё раз говорит о бесконечной любви Божией к нам, и о том, что Господь, ну, ничего супертрудного от нас не требует. Он не даст нам любви ровно столько же, сколько и мы дали. А Он посмотрит, насколько мы наполнили эту меру. Он посмотрит, насколько мы постарались, насколько честно мы выполнили всё. Утряслили мы, прижалили мы для того, чтобы там не было воздуха и пустот, да, честно ли наполнили, тогда и Он нам воздаст так же. То есть, за наше старание, а не за результат. Вот что удивительно, да, получается. И вот дальше дадут в лона ваше. Здесь, может быть, нужен просто комментарий языковой. Да, лона – это как бы такая пазуха, которая образуется от одежды, когда одежду вот так вот поднимают, соединяют, да, чтобы туда можно было насыпать. Ну, как в старину, да, одежда была длинная, часто, когда что-то сыпучее брали, край одежды приподнимали, соединяли его, и это называется насыпать в лона, в лона ваше, да. Вот, дальше Господь говорит о том, что ученик не бывает выше учителя. И потому, если учитель сам слеп, имеет бревно в глазу, учитель сам не знает духовных законов, сам еще пока что не стоит на пути спасения крепко и уверенно, то он и ученика руководить не может, как слепец-слепца, да, и ученик не будет выше учителя. Соответственно, учитель может научить ученика только тому, что он сам имеет, чем он владеет. Соответственно, в его осуждении и обличении, ну, никакой пользы не будет, если он сам не имеет духовного уже должного развития, степени, силы, а мы никто не имеем, да, потому обычно это делают все-таки священники, духовники, да, которых Господь силой и властью на это обличил. Так вот, Господь уподобляет учителя дереву, как он говорит, по плодам их познают их. Действительно, если дерево само по себе гнилое или создано так, что оно не может приносить плода, оно плода и не приносит, так ведь? Или, например, непривитое дерево, вот лимон, например, да, я в детстве вырастила из косточки лимончики, и он не приносил лимон, да, потому что его надо было привить, чтобы он стал приносить. Вот точно так же и здесь, не может терновник приносить сочный спелый инжир, также не может человек духовно несовершенный, еще сам, ну хорошо, не стоящий на пути верным и духовно сам не спасающийся, не может он спасать и руководить других. Поэтому нам так опасно с вами осуждать, судить, да и даже обличать, потому что мы чаще всего только рану нанесем, но исключение составляют наши дети, которым мы обязаны помогать, но об этом, я думаю, что мы поговорим за утренним кофе, это немножко другая тема. Итак, мои дорогие, удивительное совершенно евангельское чтение сегодня, очень для нас с вами полезное, интересное, и на сегодня мы с вами закончим нашу беседу, я очень надеюсь на встречу завтра на утреннем кофе, в прямом эфире, как обычно, в 8 часов утра. Храни вас Господь и Матерь Божия, желаю вам во всем помощи Божией, прошу также ваших святых молитв из-за меня, потому что очень трудно совмещать работу над клубом видеопутешествий Топус, когда все гиды смотрят на тебя с надеждой, как на человека, который может им помочь как-то остаться в профессии, выжить их им, семьям, очень трудно совмещать это все с работой на Ютьюбе, плюс у меня три школьника на Зуме, вот иногда, честно говоря, уже не хватает просто объема внимания, и нужна очень большая дисциплина, концентрация, чтобы все вовремя успевать, планировать, и очень нужна ваша молитва, потому что без Божьей помощи справиться с этим невозможно. Рафаэл тоже очень тяжело трудится, он заканчивает свою дипломную работу, а по филологии он готовит ряд публикаций, он готовит курс для преподавания иврита древнего, который он хочет преподавать и онлайн, и будет пытаться устроиться где-то, может быть, на работу, опять же, удаленно. В других местах, в общем, мы не стоим на месте, развиваемся, но исключительно благодаря молитвам других людей и исключительно с Божьей помощью. Так что сердечно благодарю за молитву, также мы вас всегда утром поминаем, всех жертвователей, благодетелей, мы так и говорим, помилуй Господи, всех наших зрителей, всех, кто поддерживает нас в это трудное время. Всего хорошего, дорогие, до скорой встречи!